Время подвести итоги на телеканале ЖТСУ. С вами познакомлю их я, Наталья Хоменко и мои коллеги. Неделя была насыщена на важные события. О самых главных расскажем прямо сейчас. Важный разговор на площадке Антикорлайф. Глава региона и глава антикоррупционного ведомства рассказали о мерах, предпринимаемых для сведения коррупционных рисков и правонарушений к нулю. Новый виток развития. Оксусский сахарный завод расширяет сектор производимой продукции. Предприятие запустило новую линию производства. Гастрономический подарок. Богатая сельскохозяйственная ярмарка прошла в Талдыкургане. Все районы привезли в областной центр наисвежайшую сельхозпродукцию, а это по меньшей мере 260 тонн. Качественная питьевая вода. Алматинская область. По темпам строительства и реконструкции систем водоснабжения лидируют в стране. Почти 99% жителей сел обеспечены качественной питьевой водой. Новые технологии. Одно из крупных предприятий области. Завод Кайнар запустил новую линию производства блоков питания в рамках поручения президента по внедрению зеленой экономики. А память нетленна. В Аксусском районе готовится к открытию памяти славному сыну казацкого народа Барибай-Батыру. На этой неделе на своей странице в Твиттер президент Казахстана обратился к гражданам страны и призвал казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава и придерживаться карантинных мер. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире остается весьма сложной, подчеркнул президент, а потому лишь строгое соблюдение всех санитарных норм может спасти нас от второй волны пандемии, которая, как видно из примера других стран, может быть куда больше и опаснее первой. Ситуация с распространением коронавируса во многих зарубежных странах тревожная. Повсеместно принимаются самые серьезные меры, в том числе повторные локдауны, призывая казахстанцев следовать рекомендациям Минздрава придерживаться карантинных мер. Учтен опыт борьбы с первой волной пандемии, добавил президент. Акимам поручено принимать решения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Но очень многое зависит от бдительности каждого из нас. Глава государства добавил, что правительство сегодня действует исходя из интересов бизнеса и экономики. Во внимание и на особый контроль должны быть поставлены и чаяния народа. Именно с этой целью Акимобласти на этой неделе посетил Искельдинский район и встретился со свекловодами. Время собирать свеклу. В Алматинской области в активной фазе уборка урожая сахарной свеклы и ее переработки. Два завода в нынешнем году планируют переработать более 550 тысяч тонн сладких клубней. Однако процесс выращивания культуры весьма трудоемкий. И для выведения отрасли на твердый рентабельный процесс, по мнению специалистов, нужна дополнительная господдержка. Ситуацию на контроле держит Акимобласти. Он пообщался со свекловодами и намерен выделить необходимую сумму для решения проблем крестьян. Айден Дюсимбинов свеклу сеет в последние пять лет. Переквалифицироваться на эту культуру решил после принятия программы развития свекловодства в регионе. По его словам, помощь государства в виде субсидий, удешевленного ГСМ, кредитования в приобретении техники стали решающими факторами. Государство поддержку дало очень хорошую. Это, во-первых, те же семена. Мы же семена, например, весной наличивают столько, например, 20-30 миллионов уже не даем, а осенью рассчитываем. Это тоже большая поддержка, потому что крестьяне тоже повезти только затрат. Тратимся, мы только осенью все берем. Весной первые поли были очень тяжело. Но, как мы знаем, это не от нас зависит от природного катаклизма. Как в горах не было дождя и коротали, просто элементарно воды не было. Было очень тяжело, но вышли с положения. Как-то Акимат помог, все эти вопросы решили, кто свеклу сеял, тем какие-то льготы были, чуть больше им воды давали. Ну, я думаю, на это свекла урожайность не дала минуса. Сейчас у меня круговой идет 600 сантиметров с гектара. Получать хороший урожай во многом помогает наука и современная техника. За два года при помощи сервисно-заготовительных центров СПК ЖТСУ хозяйство приобрело 15 единиц. Это комбайны, трактора, подвесная техника. Она-то и помогает максимально продуктивно рассчитать плотность посева. Соответственно, идет точный расход семян, максимальная всхожесть и рост корнеплода. Современная технология, точная, это без науки гарантирует, как это урожай, это невозможно. Поэтому сейчас вот именно проводятся обучающиеся семинары. Мы семинары начинаем уже где-то в декабре месяце с вызовом хозяйства. Приглашаем поставщиков семян, поставщиков техники. И вот какие вопросы, все вопросы мы отрабатываем. Однако свекловодство все же процесс не из дешевых и весьма трудоемких. Культура требует ручного полива, системной обработки. Поэтому крестьяне обращаются к Акиму области с просьбой достигнуть договоренности с заводами по увеличению закупочной цены, либо увеличению субсидирования. Шесть лет назад, став Акимом области, Амандык Баталов пообещал вникнуть во все нюансы отрасли. И сегодня он не хуже самих свекловодов, знает весь технологический процесс. Потому предложил свой вариант поддержки. 800 миллионов давай мы с местного бюджета выделим. Тем более, расчеты будут в январе-феврале? Да. Окончательно? А да. А в свескмы было? Давай, пойдем и посчитай. На данный момент свекловоды из Кальдинского района собрали 60% урожая. Общий вид ожидается 154 тысячи тонн. По области показатель составит 550 тысяч тонн. По словам специалистов, из этого объема будет получено свыше 50 тысяч тонн белого сахара. Насгульбошан, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Между тем, Аксусский сахарный завод расширяет спектр производимой продукции. Предприятие запустило новую линию производства. Кроме сахара, отныне на предприятии производят и высококачественные кормовые добавки. Чем они полезны и как повлияют на развитие животноводческой отрасли региона, Акимобласти узнал лично. Впрочем, главная цель посещения легендарного завода – его дальнейшие планы развития. Ведь перспективы у сахарной сферы Алматинской области куда большие. В приоритете закрыть потребность в сахаре всего региона и выйти на экспорт. Прием сахарной свеклы стартовал в конце сентября. На запуск и модернизацию завода требовалось полтора миллиарда тенге. Сумму должен был выделить инвестор, но в связи с пандемией не смог осуществить задуманное, о чем и предупредил властей в начале года. Миссию по запуску предприятия взяла на себя СПК ЖТСУ. По их линии на полтора миллиарда тенге проведена модернизация завода. Поставлена работа по выпуску прессованного жома с последующим его тюкованием в пленку. Это позволит получать высококачественные кормовые добавки. Жом брикетируется. Каждый тюк весит примерно 800 килограммов. Срок хранения товара составляет 12 месяцев. Из 100% переработанной сахарной свеклы получаем 22% качественных кормовых добавок. Модернизация завода уже достигла 85%. Сейчас планируется автоматизация процессов и реализация сырцовой схемы завода. Это приведет к круглогодичной работе завода. Благодаря постоянному техническому оснащению предприятие является не только безотходным, но и в два раза выросла мощность. За сезон можно будет перерабатывать полмиллиона тонн сахарной свеклы. На сегодняшний день Аксухан приняло уже примерно около 60 тысяч тонн сахарной свеклы по трем районам. Примерно обработано около 15 тысяч тонн сахарной свеклы. Выпущено около тысячи тонн сахара. Готовая продукция в виде белого сахара будет насыщать внутренний рынок нашей страны. За текущий год ожидается поставка и переработка 120 тысяч тонн сырья. Для загрузки завода на полную мощность ведется полномасштабная работа руководства завода и области. Это результат нашей совместной работы. И сейчас мы для того, чтобы обеспечить сырьем этот завод, должны увеличить площади пассивные. Чтобы пассивные площади увеличить, нам нужны поливные земли, сахар, поливная продукция. И сейчас мы уже Казлагашскую плотину правительство помогло, мы восстановили 42 миллиона кубов. Скоро внизу разводящие сети все отремонтируем и будем увеличивать объем свеклы. Потом самое главное, что здесь работают люди. 500 человек работает на сегодняшний день на этом заводе, получают хорошую заработку. Поэтому это все поручение, вы знаете, Ельмаса мне поручил, президент в своем послании сказал. Все это Алматинской области выполняется и с каждым годом совершенствуется. Совершенствуется. Мы на месте не стоим. Лучше, лучше, лучше делать. Вместе с сахаром и еще большой гастрономический подарок на этой неделе преподнесли толкурганцам. Богатая сельскохозяйственная ярмарка порадовала многих. Все районы привезли в областной центр на истежайшую сельхозпродукцию, как говорится, прямо с полей. А это по меньшей мере 260 тонн. Дары осени как нельзя пришлись, кстати, заготовить впрок в условиях карантина. Сегодня более чем актуально. Впрочем, ярмарки давно полюбились горожанам продукты первой свежести и по сниженным ценам. Ну где еще найти такое выгодное сочетание цены и качества? Торговля без посредников играет в этом главную роль. Именно этот механизм и лег в основу проведения сезонных ярмарок. Таким образом, ярмарки стали не только хорошей альтернативой городским рынкам и супермаркетам, но и прочно вошли в жизненный уклад жителей и гостей областного центра. Сезон осенних ярмарок «Хорошая пора» и для аграриев – это в первую очередь отличный способ без остатка реализовать свою продукцию. Ведь ярмарки настолько стали популярными и долгожданными, что товар с прилавков буквально уходит в лед. В этом убедились мои коллеги, оценив ассортимент и цены осенней сельскохозяйственной ярмарки. Масштабная ярмарка товаропроизводителей развернулась возле спорткомплекса «Жастар». Сотню людей сегодня смогли приобрести самое необходимое – овощи, фрукты, мясные, колбасные и молочные изделия. Продавцы со всех районов и городов представили более 50 видов качественной и экологически чистой продукции. И самое главное – по цене ниже рыночной на 15%. Такая ценовая политика порадовала всех гостей мероприятия. Я сегодня взяла лук по 60 из города Капчагай. А так каждый раз берем 150 возле нашего магазина и коммунальном рынке 150. А по 60 – вот мешок 2 тысячи нам очень выгодно. Сама я пенсионерка. Из Нарнковского района взяла мясо тоже 1800. Нам очень выгодно тоже. 2 тысячи с лишним на базаре. И сыр, масло, сметана тоже тут дешевле. Я купила виноград за 600 тенге, перчик купила за 370 тенге, который 700 стоит. Мне нравится. Я немножко здесь запасусь, как говорится. На всю жизнь не запасешься, но все-таки я сэкономила какую-то сумму денег. Не остались без внимания и предприниматели. Для них также созданы все условия для удобной реализации товара. Каждому продавцу было предоставлено бесплатное место в шатерном ряду. Важно поддержать сельхозпроизводителей и фермеров, говорят организаторы. Вывозят на ярмарку, но с учетом уже цен ниже, чем на рынках города Тал-Дагурган, с условием на 10-15% ниже. Эти места бесплатные, аренда никакой не берется, плата. Поэтому и крестьяне довольны, и народ, как видите, разбирает продукцию очень активно. Как говорится, закупается впрок. Мы приехали из Кельдинского района, поселок Каратальск, завод Мойжитасу. Мы производим второй год чистую экологическую продукцию. То есть в нашем ассортименте имеются соки, то есть это абрикосовый, яблочный. Также имеются компоты сливовый, есть также компоты ассорти. Мы производим также огурцы маринованные. То есть у нас все собственного производства, экологически чистая продукция. В этом году мы первый раз участвуем на ярмарке. В принципе, с утра тоже идут хорошие продажи. Ярмарка очень нравится, нужно чаще проводить такие ярмарки. Посетил ярмарку и Акима в Матинской области Амандык Баталов. Он осмотрел буквально каждый прилавок и лично оценил качество товаров. Обратил внимание глава региона и на стоимость продуктов, которая действительно оказалась ниже рыночной. Амандык Баталов поручил ответственным лицам следить за сохранением цен и качеством реализуемого товара. Я первый раз вижу столько машин, столько людей. Уже давно ярмарки не проводили в Талткругане. Видите, вот такие вещи, как картошка, сахар, все как расходится. И везде цены. То, что на базаре и то, что здесь 10-15% дешевле. В целом сама идея очень хорошая. Самое главное, чтобы люди продукты получили. Арзан Багамин. В целом предприниматели выставили на продажу около 260 тонн продукции на общую сумму 169 миллионов тенге. Глава края поручил ответственным лицам на следующей неделе вновь провести сельхозярмарку, но уже с исправлением всех недочетов. Добавлю, это уже третье подобное мероприятие, в котором приняли участие товаропроизводители Алматинской области. Их цель – обеспечение граждан натуральными и качественными продуктами. Алексей Цой, Жосулан Шинкенджей и Асид Юсимбек, телеканал ЖТСУ. Вы смотрите итоговую программу «Оптамы» и продолжаем. К 2025 году 100% населения Казахстана будет обеспечено качественной питьевой водой. В регионах страны ведется масштабное строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. Всего на эти работы предусмотрено 934 миллиарда тенге. Об этом в ходе селекторного заседания заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. Лидером является Алматинская область. Почти 99% жителей сел обеспечены качественной питьевой водой. С целью достижения полного охвата в ЖТСУ идет реализация ряда проектов. Осуществляются работы в рамках госпрограммы «Нурлежер» и «Дорожная карта занятости». Реализация «Дорожной карты занятости» дала мощный импульс в улучшении инфраструктуры страны. В рамках ДКЗ строится 6600 объектов по всей республике. Больше всего в Алматинской области. Свыше тысячи. За счет реализации идей создано почти 21 тысяча рабочих мест. На сегодняшний день по «Дорожной карте занятости» в ЖТСУ трудоустроено более 15 тысяч человек. Как отметили в правительстве, ДКЗ стала одним из самых эффективных механизмов в борьбе с коронакризисом. Реализация принятых антикризисных мер в этом году помогла сохранить продуктивную занятость населения. «Дорожная карта занятости» помогает многим казахстанцам получить и сохранить работу и доход, имея существенный социально-экономический эффект. Поручаю Акиматам активизировать работу по достижению плановых показателей «Дорожной карты». Также Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными госорганами и Акиматами необходимо до конца текущего года актуализировать «Дорожную карту занятости» на следующий год с акцентом на создание постоянных рабочих мест. В рамках ДКЗ мы не только обеспечиваем трудоустройство граждан, но и улучшаем инфраструктуру. Немало объектов строится и реконструируется в сфере ЖКХ. В частности, «Дорожная карта занятости» сыграла большую роль в развитии систем водоснабжения и водоотведения. Ещё одним хорошим подспорьем в этом направлении стала программа «Нурлежер». В её рамках к 2025 году 100% населения страны будет обеспечено чистой питьевой водой. Об этом на селекторном заседании сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития. По словам Бейбута Атамкулова, лидером по обеспечению населения качественной водой в сёлах является Алматинская область. Доступ к живительной влаге имеют почти 99% жителей. Для стопроцентного охвата в регионе проводится масштабная работа по строительству и реконструкции систем водоснабжения. В рамках государственных программ «Нурлежер», «Дорожная карта занятости» и «Алоу Ельбесыга» в текущем году в рамках указанных программ реализуется 110 проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения на сумму более 22 миллиардов тенге. К 2021 году завершится строительство 94 объектов. В результате улучшится качество предоставляемых услуг в 90 населённых пунктах. Централизованным водоснабжением будут обеспечены 4 НП с численностью населения более 3000 человек. Остальные проекты перейдут на следующий год. Всего в рамках намеченных проектов будет построено и реконструировано свыше 800 километров сетей. По словам представителей областного управления энергетики и ЖКХ, обеспечить централизованным водоснабжением все населённые пункты ЖТСУ планируют до 2023 года. Ануар Роман Гильдинов, Жасон Ченгинже, телеканал ЖТСУ. Ну и вот тому яркий пример. У жителей одного из самых отдалённых посёлков области, Акши Алакольского района, спустя десятки лет ожиданий, наконец, появится питьевая вода и канализация. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы по укладке водопроводных сетей. На эти цели было выделено почти 2 миллиарда тенге. О том, как улучшится жизнь сельчан с приходом благ цивилизации, узнала Адина Смогулова. Благодаря туристической привлекательности озера Алаколь в прибрежном посёлке Акши стремительно развивается инфраструктура. Новый амфитеатр. Отремонтированы с нуля школы, детсады и дом культуры. Приведены в порядок дороги и освещение. Единственной загвоздкой в благоустройстве прибрежной зоны было отсутствие питьевой воды. В детстве я думал, что как только вырасту, перееду в более благоустроенный регион. Здесь не было никаких условий для нормального проживания. А теперь, когда на наш посёлок обратили внимание, всё изменилось. Сам я тоже прокладываю здесь трубы и очень рад, что в скором времени мы сможем обеспечить население водой. Мы проводим водопроводные трубы протяжённостью 53 километра. 70-80% работы уже завершено. Но к августу следующего года мы уже планируем провести здесь воду. Логически, если будет вода, должна быть и система её очистки и канализации. По расчётам проектировщиков, система в посёлке Акши должна быть более 70 километров. Запланированный срок завершения её строительства – сентябрь 2021 года. На сегодняшний день подготовлено около 40 километров траншей. Уложено более 20 километров трубопровода. Существует ещё проект второго этапа, где все вот эти сточные воды, ради чего мы здесь строим сейчас, должны где-то перерабатываться. Это так называемый комплекс очистных сооружений. На сегодняшний день проект находится в экспертизе. Восемь насосных станций здесь будет, всё будет перекачиваться прямо в очистные сооружения. На улучшение качества и уровня жизни сельчан оказала положительное влияние дорожная карта занятости. Подобно системе водопровода и канализации, в аулах начали строительство и реконструкцию множества объектов культуры – образования, здравоохранения и в целом благоустройства, что послужило созданию новых рабочих мест. Только из числа жителей посёлка Акши работу обрели 55 человек. Одина Смогулова, Гольжанат Макулжанова, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Ещё одна просьба – жителей области не осталось без внимания руководства. Жильцы одного из микрорайонов Толдкургана оказались недовольны благоустройством дворовых площадок. Качество установленных атрибутов оставляет желать лучшего, сетуют они. Краска облупилась, асфальтное покрытие трескается, скамейки неудобные. Хотя из бюджета было предусмотрено порядка 100 миллионов тенге. На жалобу отреагировал Аким Алматинской области Амандык Баталов и лично проинспектировал объект. Эти дворы в квадрате улиц Кабамбай-Батыра, Гагарина, Осанова, Назарбаева не ремонтировались ещё с советских времён. И вот в прошлом году стартовали работы по их благоустройству. Совершение подошло к концу 15 апреля этого года. Ответственность за участок – компания «Аслтау». Халатное отношение к работе подрядной организации заметно невооружённым глазом. К примеру, малые архитектурные формы будто изготовлены кустарным способом. Конструкции скрипят, заметны следы ручной сварки. Стоит заметить, на благоустройство этих двух дворовых территорий выделено 100 миллионов тенге. Вот два двора, проверишь от начала до конца. Вы создаете свою комиссию общественную. Я поручение даю. Понял, да? Всё до копейки проверишь. Со своего кармана будешь платить. Площадки обставлены железным ограждением общей длиной в полкилометра. На неё потрачено порядка 12 миллионов тенге. Однако её установка нецелесообразна. К тому же создаёт дополнительное неудобство. По поручению Акима ограждение ждёт демонтаж. Переделать подрядчикам придётся и внутри дворовое асфальтовое покрытие. Прошло только полгода, а оно уже потрескалось и накапливает лужи. Вот этот асфальт кто ложил? Они. Где фактурный слой? Ты должен, верхний должен быть, мелкозерности. Уже вот у тебя вот это, через год он у тебя бярла, паччча. Ты знаешь, что в дороге тоже бывает защитный слой? Понимаешь? Есть основание, потом основной слой, вот он основной. Потом сверху мелкозерностным закрывать. Почему? Потому что ликвидировать пористость, чтобы вода туда не входила. Вода имеет свойство. Когда мёрзнет, он начинает расширяться. И он, когда расширяется, он начинает рвать вот этот асфальт и начинаются вот эти трещины. Вот это 200-й бардак. В этом квадрате расположены семь многоэтажных домов, где проживают более тысячи жителей. Они, отметив недочёты в работе подрядной организации, сделали им замечание. Но так и не дождавшись изменений, обратились лично команды Кубаталова. В этом году я на дворы только Талдыкургана, не всей области, только Талдыкургана. 1 миллиард 554 тенге выделили. Но нельзя же вот так относиться, вот так, чтобы... Ну, можно же сделать красивые, хорошие дворы, чтобы люди сказали, спасибо большое. Из выделенных полутора миллиардов тенге 75% из местного бюджета. Сумма действительно колоссальная. Ведь за последние 4 года финансирование увеличилось в 5 раз, для того, чтобы у жителей были комфортные и безопасные зоны отдыха. На эти средства должны отремонтировать в этом году 64 дворовые площадки. И главное, качественно. Аманда Кубаталов поставил перед ответственными лицами конкретные сроки на устранение ошибок. Он всегда принимал участие, как-то вот дай бог ему здоровья, что он взял вот именно наш двор. Вот вся проблема, так вроде бы делают. Люди рады, когда ничего не было и вдруг такое, люди и этому рады, конечно. Также Аким области поручил в кратчайшие сроки привести в порядок скамейки. В целом вся работа будет на постоянном контроле руководства области. Елеман Раймбек, Ужаслан Шенгиджи, Абзол Нусипов, телеканал Житсу. Ну а отныне подобными фактами займется и антикоррупционная служба области. Проверить каждую копейку расходования госсредств поручила Аманда Кубаталов. Впрочем, еще немало вопросов эффективного взаимодействия обсудили Аким области с борцами с коррупцией. Дельный и важный разговор состоялся онлайн посредством прямого эфира в социальной сети Facebook. Видеть который смогли все желающие. На площадке антикор Лаев глава региона и глава ведомства рассказали о мерах, предпринимаемых для сведения коррупционных рисков и правонарушений к нулю. Об эффекте принимаемых проектов расскажет наш корреспондент Назгуль Бошан. 145 коррупционных преступлений выявлено за 9 месяцев текущего года в Алматинской области. В их числе взяточничество факты злоупотребления должностными полномочиями, растрата вверенного имущества, превышение власти и мошенничество. Выявляемости, а соответственно и борьбе с коррупционными правонарушениями способствуют проекты, реализуемые ведомством. Их более 10. В том числе же Цуадалдгалана, Сапалжол, сервисные акиматы и площадки OpenSpace. Принцип работы проекта «Сервисный акимат» заключается в консолидации государственных органов, оказывающих государственные услуги в одном месте и создании комфортных условий для граждан. На сегодняшней области функционирует 15 сервисных акиматов. Наряду с этим Алматинская область занимает лидирующие позиции по количеству открытых OpenSpace. 325. Возможность открытого диалога представителей власти и населения дают социальные сети. В электронном формате на сайт и паблики Акима области в Facebook и Instagram поступило 2 миллиона 700 тысяч обращений. Наиболее подвержены коррупционным рискам земельные отношения. Именно поэтому в регионе действует интерактивная земельная карта. В результате по области за 2018 и 2019 годы изъято и вовлечено в оборот почти 809 тысяч гектаров неиспользуемых земель и земель, используемых не по назначению. У нас в Алматинской области самые востребованные земли, особенно в зоне агломерации. Я когда анализ сделал, ходил к НОСТ-Анавишу и говорил о том, что в Харасайском, Толгарском районе, Ильисском районе в год по 200, по 300, даже по 400 случаев, но это если по гектарно взять, там вообще размеры огромные. Перевод земли на ЛПХ, а потом продажи. Поэтому потом обращаются через телевидение к нам и говорят, что наши дети живут в каменном веке, без света, без воды. Нельзя же на не имеющихся безинженерных сетях земли раздавать под ИЖС. Мощный эффект даёт интерактивная карта открытых бюджетов. По ней отслеживается расход государственных средств. Так, согласно представленному мониторингу государственных закупок, только за сентябрь текущего года удалось сэкономить порядка полутора миллиарда бюджетных средств. Мы очень часто подвергались к критике о том, что бюджет не открытый, многие вещи не знают. И был такой период, когда мы были в зоне критики. На сегодняшний день всё это очень доступно, открыто. В этом плане навели порядок. По кассодержанию мы являемся лучшими в республике. По открытости бюджетов на сегодняшний день уже всё это происходит в электронном варианте. Вы знаете, бюджет развития Алматинской области – один из самых больших в республике. Уже мы пересогнули рубеж 760 миллионов миллиардов тенге. Это очень большое. Для сравнения, в 2001 году, когда мы приехали, было где-то 25-27 миллиардов тенге. Сейчас 760 миллиардов. И нам для области, мы за счёт того, что своевременно выделяем деньги на проектно-смертную документацию, защищаемся перед ведомствами в Астане и получаем финансовые средства для того, чтобы в целом проводить работу по улучшению качества жизни населения. Это питьевая вода, это дороги, это обеспечение школами, детскими садами, строительство врачебных учреждений. Озвучивать такого рода информацию сотрудники антикора намерены систематически. Таким образом, в обществе необходимо сформировать нулевую утерпимость ко всякого рода коррупционным проявлениям, а путём прозрачности реализации госпрограмм и целенаправленного использования бюджетных средств укрепить экономику региона. Новые технологии приходят в область. Производство аккумуляторов может быть экологичным. Одно из крупных предприятий ЖТСУ, завод Кайнар, запустил новую линию производства блоков питания в рамках поручения президента по внедрению зелёной экономики. Она позволит использовать старые аккумуляторы при выпуске собственной продукции. Гурназ Мустафа узнала подробности нового производства. С этого момента здесь модели корпусов аккумуляторов будут полностью сделаны из вторичного сырья. Для этого установлено самое современное оборудование итальянского производства «Инжитек», которое позволит перерабатывать сырьё с полной нейтрализацией электролита при помощи производственного очистного сооружения. Таким образом, новая технологическая линия сократит негативное воздействие на окружающую среду. На сегодняшний день объём производства аккумуляторов составляет 2,5 миллиона, то, что мы делаем. С помощью этой линии мы увеличим где-то до 3,3 миллиона батареек в год. Отличие этой новой линии от существующих в том, что она больше всего автоматизирована. Все процессы, которые на ней есть, они завязаны на автоматике. То есть человеческий фактор там фактически отсутствует, и все операции делаются в автоматическом режиме. Человек просто стоит и контролирует эту автоматическую работу. По словам генерального директора, модернизация предприятия стала возможной благодаря финансовой поддержке товарищества РОП. От такого оператора завод «Хайнар» получает компенсационные выплаты за сбор, переработку и утилизацию отработанных аккумуляторов. За 4 года выплаты составили более 4 миллиардов тенге. Мы, как Международный центр зеленой технологии, максимально оказываем содействие и приветствуем создание производства такого рода заводов. «Хайнар АКБ» один из первых применяет зеленые технологии, тем самым не просто оптимизируя свои расходы, но тем самым он и уменьшает себестоимость. Также самая главная, основная цель, что идет именно защита экологии. То есть, так скажем, руководство активно думает о будущем Казахстана, начиная от снижения выбросов как в атмосферу, так и почву, так и в воду. То есть, все три основных компонента «Хайнар АКБ» на своем производстве снижает именно загрязнение, тем самым улучшает экологию и применяет зеленые лучшие мировые технологии. Вместе с тем, в этом году градообразующему заводу Талдыкургана удалось расширить географию сбыта произведенной продукции. Аккумуляторы под маркой «Сделано в Казахстане» начали реализовываться в Италии и Объединенных Арабских Эмиратах. В планах завода – продолжение освоения китайского и европейского рынков, увеличение продаж до более 3,5 миллионов штук в год. Но и это не все. Кайнаровцы также планируют освоить производство новых типов – стартерных и стационарных батарей. Гульназ Мустафа, Ася Дюсимбек, телеканал ЖТСУ. Потребность в рабочих руках сегодня велика. Стимулом для возрождения рабочих специальностей послужила дорожная карта занятости. Сотни социальных объектов буквально возрождаются, требуя качественных строительных работ и профессионалов своего дела. Впрочем, госпрограмма давно и прочно заняла место главное в трудоустройстве граждан и улучшению социальной инфраструктуры. Так только в Панфиловском районе в этом году в рамках дорожной карты занятости реализуются сразу 55 проектов. Особую социальную значимость имеют реконструкция крупнейшей школы района, а также строительство первой государственной амбулатории и жилых домов для социально уязвимых слоев населения в селе Пиджим. Именно там на этой неделе побывали мои коллеги и увидели все своими глазами. Рустам Оралбаев расскажет. Реконструкция школы началась 13 мая. Сейчас на 95% закончены работы. В ноябре объект будет уже сдан. Сейчас занимаемся работой по благоустройству территории. Сейчас работает 65 человек из числа местного населения. Но когда работа была в разгаре, работали порядка 200 человек. До этого с системным отоплением были трудности. Часто было холодно в школе. Сейчас эта проблема устранена. Все окна и двери заменили. Реконструкцию провели. От лица сотрудников школы, учащихся и родителей хочу выразить огромную благодарность. Наш преподавательский состав полностью готов приступить к работе и с нетерпением ждет окончания строительства. Еще одной радостью для жителей Панфиловского района стало строительство государственной амбулатории в селе Пиджим. Ранее подобные медучреждения были только на частной основе. Теперь же местные жители смогут получать медицинские услуги бесплатно. Строительство данного объекта необходимо. По округу у нас имеется пять жилых массивов. В них проживают свыше 12 тысяч жителей. Пиджим является центром округа. Здесь проживают свыше 7 тысяч человек. Амбулатория сможет принимать до 50 пациентов в день. В начале ноября уже планируется сдать объект в эксплуатацию. Работы по улучшению жизни населения Панфиловского района ведутся и по программе «Нурлужер». В жилом массиве Нуркент округа Пиджим строятся два 60-ти квартирных дома для социально уязвимых слоёв населения. Сейчас на объекте трудятся 75 человек. Уже в декабре текущего года дома будут сданы в эксплуатацию. На следующий год у нас также планируется строительство двух 80-ти квартирных домов. Экспертиза уже вышла, проект уже у нас. Бюджетную заявку мы подали в управление строительства. Теперь, как нам с бюджета выделятся средства, мы на следующий год начнем строительство двух 80-ти квартирных домов. На этом работа по развитию жилого массива Нуркент не заканчивается. Для обеспечения жильем местного населения будет построено еще два 60-ти квартирных дома со всеми подведенными коммуникациями. Строительство начнется уже в следующем месяце. Рустам Аралбаев, Ержан Дюсен, Телеканал ЗИЦУ. Раенбекский район в новом статусе. Два года спустя. В 2018 году Ельбасе подписал указ об изменении в административно-территориальном устройстве Алматинской области. Путем разделения одного района были образованы два новых. Один из них – Раенбекский район с административным центром в стиле Нарынкол. Какие изменения произошли за это время в приграничном районе и преобразился ли он с обретением нового статуса, узнали наши корреспонденты. За два года после обретения статуса района в селе Нарынкол изменилось многое. В первые шесть месяцев были построены сразу 20 новых служебных домов для госслужащих. В них поселились специалисты, прибывшие сюда на работу. Чуть позже началось строительство еще 83 коммунальных домов, где ведут активную работу четыре подрядные организации. Инженерно-коммуникационная сеть уже проведена. Ведется благоустройство территории. Стоимость 83 коммунальных домов – 2 миллиарда 878 тысяч тенге. Строительные работы ведутся согласно графика. Планируем сдать в срок. Уже к середине ноября 33 коттеджа будут сданы в эксплуатацию. Площадь каждого из них от 70 до 90 квадратных метров. Начальник отдела местной полиции Айбар Ишеев скоро станет счастливым новоселом. Хочу нести службу в своем родном ауле, поэтому я перевелся сюда в 2019 году. У меня трое детей. Пока своего собственного жилья нет. Встали в очередь. Надеемся, что скоро получим. В селе также возводится здание физкультурно-здоровительного комплекса. Это один из самых больших по размеру объектов райцентра, общая площадь которого составляет 4000 квадратных метров. Для занятий игровыми видами спорта здесь предусмотрены футбольная, волейбольная и баскетбольные поля, а также корт для большого тенниса. С открытием комплекса заработают 20 спортивных секций. Словом, здесь одновременно смогут заниматься разными видами спорта более 300 детей. Комплекс состоит из четырех блоков. Первый блок трех, второй блок двухэтажный. Наряду с залом для бокса будут функционировать еще два зала для других видов спорта. Есть также столовая. Строительство объекта завершится до конца этого года. Все в этом ауле новое. Для сотрудников полиции строится офис, а для нарушителей – изолятор временного содержания. Уже сдано в эксплуатацию здание Комитета национальной безопасности, сервисного акимата и Центра обслуживания населения. Ведь численность нарынкольцев с каждым годом увеличивается. Со дня обретения нового статуса в село вернулось более 2000 человек. Среди них уроженец нарынкола Елеман Аманбеков. После окончания вуза он вернулся в родной аул. Я учился в Алматы. После окончания сразу же вернулся в аул. Работаю в сервисном акимате. Хочу вложить все силы и знания в развитие родного региона. В районе более 6000 учащихся. В этом году в трех школах района проведен капитальный ремонт. Это здания школ населенных пунктов Текес, Текстык и Талас. Реконструкцию прошли из здания детских садов сел Саржаз и Сарбастау. В планах – обновление зданий общеобразовательных учебных заведений аулов Тусколь, Кумерша и Кокбель. А в селе Харасас будет построена новая школа искусств. С переездом нарынкол молодых семей заметен и рост детей дошкольного возраста. Поэтому планируем построить детский сад на 140 мест. Сейчас готовим документы. Внешний вид нарынкола изменился кардинально. Дороги ремонтируются, повсюду уличное освещение. Порой идёшь вечером по улице и чувствуешь себя городским жителем, говорит Кинжибике Садвакасова. «80 лет я живу в этом доме. Раньше дома с пустыми глазницами вместо окон пугали нас. О новых зданиях мы вообще мечтать не могли. Теперь всё изменилось в лучшую сторону. Огромную благодарность хочу выразить Акиму области». Сельское хозяйство нарынкола тоже переживает лучшие времена. Более чем на 6000 гектарах посажен картофель. Собрано 120 тысяч тонн урожая. Перспективы отличные, уверяют сельчане, испытавшие на себе все трудности приграничного региона, утратившего в своё время статус района. Поэтому они благодарны руководству страны и области, которые открыли второе дыхание нарынколу. Каждое начинание здесь не проходит без участия Акима области Аманды Кабаталова. «Спасибо Аманды Кугабасовичу, Акиму области. Вся эта работа ведётся под его личным контролем. О молодёжи хочу сказать. Приглашайте своих друзей к нам, ведь село будет расти и процветать. Очень большие перспективные планы намечены. Я думаю, они будут осуществлены в ближайшее время. Поэтому мы сами в первую очередь должны работать во благо родного аула». Гульназ Мастафа, Курманжан Касымжанулла, Аманжол Женкешев, Телеканал ЖТСУ, Раимбекский район. Ну а в Аксусском районе готовятся к важному событию. Открытию памятника великому и славному Борибай-Батыру. Во времена джунгарского нашествия он смог объединить под одним знаменем обособленные казахские племена. Официальное торжество намечено на 6 ноября. Сегодня полным ходом идут работы по благоустройству новой достопримечательности Аксусского района. Их качество и сроки выполнения оценил Аким области. Памятник Борибай-Батуру уже стал визитной карточкой Аксусского района. Бронзовая статуя весом в 5,5 тонн возвышается на высоте в 7,5 метров. Поэтому и виден за сотни метров. Проект реализуется в рамках статьи Ельбаса «Семь грани великой степи». Работу авторов Казбека Дулата и Еркана Макулбаева высоко оценил Аким области. «Благодаря таким батырам наши степи сохранены в целости и сохранности. Это история. Мы не должны забывать». Установка памятника и разработка проектно-сметной документации спонсируются меценатами. Монумент расположен в комплексе Бабаларуха. Сейчас здесь ведутся работы по благоустройству и озеленению. На эти цели по линии дорожной карты занятости предусмотрено 52 миллиона тенге. «Площадь комплекса 5000 квадратных метров. Здесь будет расположен также памятник Илья Сажанцугурова. Возведение начнется в следующем году». На прилегающей к монументу территории планируется посадить 100 сажанцев ели. Одну из них посадил Амадок Баталов, ознакомившись с ходом выполняемых работ. Торжественное открытие памятника планируется 6 ноября. Елеман Раймбек, Ураслан Шенгиджей, телеканал «Рецу». Без истории нет будущего. В селе Ак-Кайнар Жамбулского района на этой неделе уже торжественно открыли монументальный памятник славному предку казахского народа, одному из величайших батыров казахской степи Жанаю Шунайулы. На торжественном открытии монумента присутствовал депутат мажелиса парламента Сирикумбетов. Герой родился в 1536 году. Он жил во времена легендарного Тауке и Есимхана. Известный полководец, отважный воин и человек слова. Именно так историки описывают Жаная Шунайулы. Его бюст «Новое украшение района» отметил Сирикумбетов и напоминание молодому поколению о славных и героических страницах истории Великой Казахской степи. Жанай Батыр был опорой и поддержкой Есимхана. Он победитель, настоящий герой и сын казахской степи. Этот бюст будет напоминанием для молодежи, что был такой батыр. Молодое поколение должно знать историю и чтить героев. Ну а на этой неделе председатель Мажелиса Нурлан Нигматуллин вручил победителям премии для журналистов в парламент СОЗА эксклюзивные статуэтки и дипломы лауреатов. Итоги традиционной парламентской премии, которая проводится в этом году уже в четвертый раз, были подведены еще летом, накануне профессионального праздника Дня работников средств массовой информации. Однако из-за карантина церемония вручения памятных статуэток и дипломов лауреатов была перенесена на осеннюю парламентскую сессию. По инициативе председателя Мажелиса Нурлана Нигматуллина в этом году специальная номинация присуждена известному казахстанскому журналисту, нашему коллеге Бейсену Куранбеку, безвременно ушедшему из жизни. Человек жив, пока жива память о нем. Награда специальной номинации парламентской ОЗА Арнаи Сейлога еще одно подтверждение мастерства Бейсена Куранбека. Он был верен своему делу, игнаться за лаврами и властью. Самые заветные статуэтки и награды сами находили талантливого человека. К его мнению прислушивались, речью вдохновлялись, сопереживали, когда настигали невзгоды и любили жителей всех уголков необъятного Казахстана. Еще одна высокая награда нашла известного журналиста уже после смерти. Получить ее приехала супруга Бейсена Куранбека. От имени телеканала ЖТСУ от команды Карикеты Айтугаонай выражаю вам огромную благодарность. Он долгие годы посвятил журналистике, внес весомый вклад в становление и развитие казахстанских СМИ. Когда у него спросили, каким должен быть профессиональный журналист, он ответил, главное, должна быть любовь к своему народу, быть отзывчивым, описать грамотно тексты и озвучивать их можно научиться. Поэтому очередная статуэтка – это признание народа. Итоги традиционной парламентской премии подвели летом накануне профессионального праздника – Дня работников средств массовой информации. Однако из-за карантина церемония вручения памятных статуэток и дипломов лауреатов была перенесена на осень. В числе награжденных – оператор телеканала «Хабар» и Эдилья Ремикбаев. Он вместе с Бейсеном Куранбек начинал свою карьеру на республиканском ТВ. Мы с Бейсеном всегда поддерживали тёплые отношения, созванивались, делились радостями и печалями. После каждого общения с ним я наполнялся энергией, переосмысливал жизнь. В моём сердце он занимает особое место. Время проходит, но память о нём сохранится навсегда. Вручая победителям парламент СССР заслуженные награды, председатель Мажелиса отметил роль средств массовой информации в развитии нашей страны, а также в конструктивном взаимодействии с депутатским корпусом. Елеман Рембеков, Рина Тутих, Телеканала Джетсу. Ещё одним знаковым событием ознаменовалась эта неделя. Премьеру спектакля о храбром полководцы казахского ханства Орахты Батыри презентовали в драматическом театре Талткургана. Произведение посвящённо 600-летию исторической личности. Вниманию зрителей представлена захватывающая картина о жизненном пути и героизме Батыра Старшего Жуза. О красочной постановке подробнее расскажет наш корреспондент. События драмы охватывают времена борьбы за власть казахских ханов Кирея и Женебека Сабулхаира. В действиях спектакля ярко описаны героические подвиги Орахты Батыра, вложившие во значительный вклад в укрепление казахского ханства. Артисты театра с исторической точностью воспроизвели образы храброго полководца и младшей сестры Абулха Ирхана, а также зарождение чувств между ними. Преградой на пути соединения двух сердец стал Абулха Ирхан, против которого и ополчился Орахты Батыр. Для воссоздания сцены исторических баталий была задействована самая различная бутафория, в точности повторяющая оружие того времени. Над эпизодами опасных трюков трудились столичные постановщики. Отдельно для сцен поединков ставилась и хореография. Имя Орахты Батыра известно каждому казахстанцу. Чтобы оживить образ героя на сцене и в точности передать события тех лет, мы большую часть времени исследовали биографию и характер казахского воина. Было немало сложностей в постановке битвы, потому как сцены должны были сопровождаться музыкальным ритмом. Надеемся, что зрители оценят наш нескромный труд по достоинству. Актёр, сыгравший самого Орахты Батыра, Шалкар Мукенов. По его словам, воссоздать на сцене образ такой легендарной личности на заре актёрской карьеры – большая честь. На театральной сцене я выступаю уже пятый год. Были самые разные роли, среди которых и главные. Однако исполнить роль такого легендарного Батыра, воина казахских степей, для меня было в новинку. Чтобы не ударить в грязь лицом, я репетировал днями и ночами. Было очень сложно. Но я надеюсь, что воссоздать образ исторической личности мне удалось. Автор исторической драмы Серик Сарыбай со страниц своей книги сумел воссоздать образ настоящего героя и любящего мужчины, что и послужило основой для создания красочной пьесы. Работал над ней режиссёр-постановщик Ерлан Карибаев. Идея возрождения образа известного казахского воина на отечественных сценах, по словам драматургов, не один год витала в воздухе. И, как утверждают зрители, воплотить её в жизнь удалось с блеском. Всё прошло на высшем уровне. И игра актёров, их одеяния и созданный здесь интерьер в точности повторяли события того времени. Наш край, безусловно, полон талантов. А вкупе с освещением таких исторически значимых событий отрадно вдвойне. Как потом Акурахтабатыра, как выходец из рода жалаиров я выражаю свою признательность всему театральному коллективу. Одина Смогулова, Аблахуттухбайжа, Курманбаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ. Ну вот именно так сложилась новостная картина этой недели. Встретимся на следующей в это же время на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова